а итак ребята предлагаю вашему вниманию блок питания термал тэйк от фирмы термал тэйк на 1200 ватт значит 10 лет гарантии 80 голд посмотрим полную комплектацию как правильно подключать провода к блоку питания еще он состоит и и что у нас в коробке так но это брошюнка литература так сумочка как мы видим так смотрим значит смотрим фирмы термал тэк 1200 ватт значит по 1200 ватт по плюс 12 вольт плюс 33 вот 120 ватт плюс 5 вольт 120 10 лет гарантии 80 плюс gold так здесь вот вентилятор как мы видим здесь гарантийная пломба она видите на месте так здесь как мы видим кнопка включения отключения управления самим вентилятором ну и питание 220 вольт так давайте посмотрим разъемы смотрите разъемы значит здесь разъемы для подключения видеокарточки и писи я разъемов значит и также для подключения питания процессора 1 2 3 4 5 значит здесь вот эти четыре разъема это для подключения ssd дисков это подключение hdd дисков подключение sd ромов дальше питание материнской платы 24 пина ну расположение вентилятора у меня в данном моменте расположение вентилятора буду располагать его вентилятором вниз то есть вот так вот он будет вот вентилятором вниз чтобы он воздух из-под низа добывал и вот отсюда выбрасывал так теперь смотрим что у нас сумочки ну это шнур для питания тут кстати есть стяжечки вот смотрите для монтажа очень хорошо плюс болтики для 4 болтика 4 болтика для крепления самого блока питания и плюс вот стяжечки так это хорошо смотрим иначе все было видно упакованы давайте с вами подробно значит смотрите это разъем для питания материнской платы 24 пина с этой стороны устанавливается непосредственно саму материнскую плату вот смотрите видите здесь такая принципе защелка есть защелка по проводам значит это в материнскую плату устанавливаете это в сам блок питания не тут ошибиться невозможно вот смотрите правильность подключения показываю вот именно вот этот разъем 24 видите а вот этот 24 и вот этот он отдельно видно его нужно подключать вот сюда и вот сюда так есть разъем хороший давайте посмотрим принципе по состоянию но гнется он или не гнется принципе хороший по по гибкости по гибкости нормально не не средней жесткости я скажу так средней жесткости давайте дальше так здесь подключение процессора вот смотрите здесь даже написано цпу подключение процесса как подключать смотрите здесь вот видно что на одном разъеме 4 вот 4 а другой разъем соединяется видно 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 что здесь вот 4 а здесь 4 плюс 4 здесь 8 и 4 плюс 8 4 плюс 4 что это значит значит вот этот разъем где 4 вот эти 4 будет установлен будет подключен в любой в любой вот из этих разъемов любой вот этот вот провод то есть где 8 вместе сюда втыкаете а здесь уже на питание самой материнской платы где там процессор воспитается давайте даже так по жесткости в принципе нормально средней жесткости у них вот видно защелка то есть 4 4 этот включаете в материнку этот сам вот это блок питания так ну в принципе здесь должен быть здесь должен быть еще один разъем для питания материнской платы процессор вот смотрите еще один разъем тоже написано цпу то же самое 8 и 4 плюс 4 это второй разъем точно такой же дальше три разъема для подключения должно быть три кабеля для работам 3 для разъема 8 8 и 6 плюс 2 это для питания писи и это питание видеокарточки в принципе и так понятно вот они три получается значит с этой стороны 8 это 5 мы включаем в материнскую плату вот он 8 а здесь он разветвляется видите на этот и на этот то есть получается 6 вот таких разъемов 1 2 3 4 5 6 вот как правильно подключить смотрите если у вас видеокарточка например как вот у меня 8 плюс 8 плюс 6 это 20 80 и 8 плюс 8 плюс 6 что значит значит мы будем использовать все три разъема значит подключаем 1 на 8 2 на 8 а 3 будет на 6 пин подключить это будет правильно потому что распределение нагрузки на видеокарточку будет равномерно из всех трех проводов таких кабелей как правильно подключить значит вот это вот берете 6 8 пиновые и подключаете сюда же где вот написано подключение цепку по сие вот сюда любой из разъемов подключать и делать 8 пин 8 вот сюда вот устанавливать а вот этот вот эту сторону подключая часть я вам даже покажу вот и желательно подключать вот этот блок питания вот а вот и тут сначала вот этот вот уже в видеокарточку не вот этот а вот это не ответвление и так все три если у вас 8 плюс 8 питания то берете 1 и 2 вот два провода 18 подключать 2 8 то есть не перемычку используют один подключили к блок питания а вот эта перемычка в 8 плюс 8 вот это неправильно нужно взять один провод подключить 8 и 2 подключить 8 это будет правильно так дальше смотрим значит у нас для floppy дисководы есть подключение питание молекс значит вот подключается это естественно в разъем я вам сейчас покажу и здесь питание молекс это если вам нужно будет необходимо подключить или переходники или например старые hdd подключается вот по таким ну или например вентилятор подключить то же самое подключение видите нет нельзя ошибиться вот они вот им 4 раз два три 4 то есть вот этот разъем вот этот подключаете сюда а это уже туда где вам необходимо так получается все про здесь 44 вот таких то есть питающий провод и 4 молекс 4 раз два три 4 4 молекс один питание fdd диска здесь получается 1 2 3 на питание видеокарточки но из них получается 6 вот таких 3 про 3 кабели 6 проводов здесь получается на питание материнской платы процессора 8 4 плюс 4 8 4 плюс 4 2 провода 24 плюс 24 питание материнская 1 так и у нас остался питание sata питание sata получается то же самое видите здесь 4 пиновый вот этот 4 пиновый его подключаете непосредственно опять же на любой и вот из этих разъемов раз два три четыре где написано у вас sata любой вот он 4 пиновый его видно вот и вот так подключаете а вот это используется на подключение ssd дисков sd дисков вот он стандартный sata получается на одном проводе у нас раз два три четыре 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 двенадцать молексов 12 sata 12 sata на каждом проводе у вас будет 4 4 4 4 то есть 12 sata 4 молекса 4 молекса значит три провода но тут пах в каждом по одному сделать иначе получается 6 питье подключение видеокарт 6 плюс 8 то есть получается 8 8 на 6 плюс 2 то 2 то есть раз два три четыре пять шесть шесть писье 6 плюс 2 основной 24 пиновый материнская плата подключение фтд и подключение питания процессора 8 4 плюс 4 и 8 4 плюс 4 ну и стяжки есть винтики до подключения есть плюс питания питающий кабель все всем спасибо за внимание это был обзор блока питания от фирмы термалтек 80 плюс год 1200 ватт и и и и и и и Продолжение следует...